Любить нельзя воспитывать, любить Уважаемый Дима, профессиональным педагогам очень хочется получать профессиональный анализ ситуации без эмоционального фона. Мы просто работаем и делаем свою работу хорошо и уверенно. Эмоциональное начало каждой передачи и напоминание ОСВО не несет никакого конструктива. Это вообще к педагогической науке не имеет никакого отношения. Было бы очень здорово, исправляю ошибки по ходу, если бы мы просто не замечали события, которые нас не касаются и не волнуют. Вы знаете, это звучит настолько странно, что мне даже не верится, что это действительно пишется всерьез. Я совсем-совсем не хочу в данном случае обидеть пишущего. Просто я столько раз говорил об этой самой связи между одним и другим, что для меня даже странно, что вы еще раз обращаетесь ко мне с подобным призывом. Удивительным образом это сообщение перекликается, во всяком случае косвенно, к той теме вступления, которую я подготовил сегодня. Так почему делают ставку на детей, вы спрашиваете? Не вы конкретно. Меня спрашивали много раз. На детей делают ставку, потому что делать ставку на детей удобно и безопасно. А еще потому, что эта тема, детская тема, всегда эмоционально заряжена. Она уже заряжена, она изначально заряжена. Даже трудиться не нужно абсолютно. Как только начинается разговор о детях, большинство людей реагируют эмоционально. Понаблюдайте. Как вспоминайте, или давайте вспомним вместе, как вообще разворачивается манипулирование детьми и нами. Как идеология и пропаганда порезитируют на детях. Значит, начинается все с чего? Вы это хорошо знаете, я уверен. Дети – наша надежда, дети – наше будущее, дети – наше все. Детям нужно дать самое лучшее, объявляется день защиты детей, не предлагается подумать, от кого защиты, от кого, в какой защите дети нуждаются, кто на самом деле самый главный нападающий. Вот эти самые манипулятивные формулы, которым нас приучали и приучили, заодно заряжая эту тему эмоционально. Потому что, если зарядить эту тему эмоционально, будет можно все. Да, еще раз, кто же станет спорить с тем, что детство свято? Вот-вот, никто. У меня был тут диалог с замечательным, удивительным ведущим одной программы во время интервью. Я сказал что-то подобное, он говорит, ну детство же действительно свято. Конечно, свято. Еще формулы такие же. Вы же, взрослые, не станете отрицать, что нацизм – зло? Правда? Вы же не станете отрицать, что детей нужно защищать? Вы что же против счастливого детства? Вы что же против того, чтобы дети научились различать добро и зло? И вот когда мы сталкиваемся с такими вопросами, мы даже не успеваем ответить. Мы даже не успеваем сказать, подождите, нам нужно подумать, это верно. Однако, да, но, поздно, нет уже никаких «но». Захлопывается ловушка. И происходит та самая эмоциональная зарядка. И тогда, с животной циничной одержимостью, вот как будто, знаете, исполнители бегут на перегонки. Возникает и тот самый парад, извините за выражение, малышковых войск, о котором мы говорили неделю назад. И уроки о важном. И траур в детском саду по погибшим. А вот на этой неделе, не знаю, видели вы или нет, одеяльцы для младенцев в расцветке камуфляжа предлагают. Да, и как будто стоит вопрос, кто перегонит в этой безумной и страшной гонке. И дальше, дальше, конечно, все понятно. Потому что чего хотят эти взрослые? Оградить детей от пагубного влияния «неправильных» взрослых. Они, конечно, понимают, какие правильные и какие неправильные. Вбить в них любой ценой черно-белой формулы. Скоро поговорим о том, зачем это делается. Лишить права на критическое мышление. Потому что таким образом поднять волну истерии на таком эмоционально заряженном базисе намного проще. Вот только одеть ребенка в форму, это уже значит передать подсознательный месседж. Все для фронта, все для победы. Вот так вот. Почему младенца нужно объяснять? Потому что что они нам сделают? Это совершенно безопасно. Они же такие сладкие пусечки. Это ведь из той же оперы. Нет-нет, мы не преследуем Машу Маскалеву, говорят те люди. Мы защищаем ее. От кого защищаем? От собственного отца, который недостоин быть отцом. А нас с вами как будто берут в союзники. Как будто принимают высшую касту, имеющих право решать, кто достоин, а кто недостоин. Понимаете? Быть родителем, быть отцом, быть учителем и так далее. А на деле, я боюсь, что на деле цель привязать кровью, как на зоне. Нас как будто делают обладателем священного граиля, который дает нам неограниченную власть. И начинается это с того, о чем мы говорили в прошлый раз. Ты никто, говорят ребенку, этому святому существу. Ты ничто. И ведь если мы остановимся и подумаем, то становится очень понятно, почему это изничтожение личности идет рука об руку с обожествлением детства. Потому что это обожествление как будто дает индульгенцию. Как будто теперь можно все. Обожествили же. А еще, знаете, на этой неделе я получил вопрос, прямой вопрос. Дима, как вам кажется, зачем им, вот этим людям, украинские дети, вот те самые дети, которых вывозят, вы все про это знаете. Я боюсь, что за тем же. Потому что они их спасают. Потому что детей надо спасать. Понимаете? Спасать уроками о важном, это попроще. Спасать, как Машу Маскалеву от собственного отца. Только украинских детей, или случай, или происходящее с украинскими детьми намного страшнее. Потому что их спасают, в кавычках и без кавычках, от их страны. От несуществующего нацизма, от родителей, от земли, от памяти. И это очень важный пункт. Потому что здесь, на мой взгляд, есть попытка уничтожить память в следующем поколении. Вот не получается в целом поколении, не получается. Хорошо, тогда будем уничтожать вот у тех, до кого мы дотянемся. Тут есть еще один момент. Я раз за разом это говорю и повторю и сейчас. Дети до определенного возраста даже представить себе не могут, что взрослые могут хотеть им зла. Тем более они не могут допустить мысль, что поступки взрослых могут быть направлены на разрушение их детской жизни, их будущего. Именно поэтому они оказываются совершенно беззащитны. Именно поэтому в данном случае, к сожалению, побеждают самые циничные. Кроме этого, как вы понимаете еще раз, дети вообще не могут за себя постоять. Это очень-очень удобно. И таким образом дети превращаются в товар. Их превращают в товар. В самый обыкновенный товар. Еще на этой неделе я увидел ролик. Уж не знаю, видели ли вы или нет. И не знаю, советовать вам смотреть его или нет. Как две очаровательные девочки из России звонят наугад, насколько я понял, в Украину и попадают на украинского геймера, блогера. И первый вопрос, который ему задают, это, ну что ты украинец, да? Он говорит с ним по-русски, кстати. А почему ты не в бомбоубежище? А мой папа поехал убивать таких, как ты. И заканчивают разговор. Ну пока, надеюсь, сегодня умрешь. Не верите? Погуглите. Неверующим особо я помогу. Таким образом, есть еще одна попытка. Это попытка превращения детей в манкуртов. Помните такое слово? Я вам напомню. Вот те, кто не читали случайно роман Чингизаитматова «И дольше века длится день», я расскажу, или я напомню, что там речь идет о людях, которые потеряли память. Которые не способны на эмпатию. Ту самую, о которой мы говорили и говорим раз за разом. Убиты более 500 детей. А мы все спасаем. Вот мы все спасаем. Вот как будто об этих убитых, раненых, замученных. Можно просто не говорить, если мы заняты спасением. Понимаете? Мы святые взрослые. Мы спасаем детей. И тут есть еще один такой момент. Я возвращаюсь к сообщению, с которого я начал. Видите, я об этом не думал, потому что действительно это было за несколько минут до эфира. Но мне кажется, это огромная победа этих людей, если им удается сделать так, что мы живем так, как будто ничего не происходит. Вот как будто ничего не происходит. Смотрите, как это понятно. Мы делаем свое дело. Кстати, о манкуртах. Вот тех самых, о которых я вспомнил. Даже те, кто не читали роман, вы можете... Я думаю, что вы можете в интернете просто набрать манкурта. И думаю, что будет сноска, объясняющая, что это такое. Мне кажется, особенно если мы говорим о педагогах. Слушайте, мы не имеем на это права. А как это интересно? Вам удается вести разговоры с детьми и говорить детям, не обращайте внимания на то, что происходит. Как это устроено у вас? Научите? Как это сделать вид, что если кому-то рядом с вами больно, плохо, если у кого-то погибли родные, если у кого-то разрушены дома, на это не стоит обращать внимание. Прямо так детям и говорить, а не стоит. Сейчас мы будем учить, я не знаю что, литературу, математику, историю. А это все не имеет отношения к делу и к педагогике. Мой дорогой коллега, я не могу вас поменять через экран. Да может, собственно говоря, вы этого и не хотите, вероятно, и не хотите. А может, не смог бы, даже если бы мы встретились. Но я могу сказать то, во что я верю. И могу сказать то, в чем я уверен. Уверен я вот в чем. Еще раз. Если педагогика вообще и образовательный процесс не связаны с контекстом, скажу немножко таким педагогическим нашим с вами научным языком, тогда этот процесс ничего не стоит. Потому что единственная причина, вот неожиданно я вхожу в эту тему, сам не ожидал. Зачем дети вообще в школу ходят, на мой взгляд? Это если в школе они могут познавать сами себя и мир вокруг себя. А если мы с вами становимся цензорами этого мира и говорим, окей, эта часть мира не годится, это мы не проходим. Здесь надо закрыть глаза, здесь надо зашторить окна и мчаться, как в анекдоте старом про Брежнево вперед, представляя себе, что поезд мчится, когда он идет под откос. К педагогике это не имеет никакого отношения. Не получается. Не получается. Вы говорите, что вы хотите попробовать? Попробуйте. Жалко ваших сил, вашего времени и результата, потому что очень многие пробовали. Потому что это исследованная, хорошо исследованная тема. Если вы действительно педагог, вы наверняка проходили, когда учились в университете, и Януша Корчика, и Карла Роджерса, и Франсуазу Дальто. Не знаю, может, не проходили. Я не знаю, в каком университете вы учились. Которые определили, очень понятно определили связь между человеком и тем, что этого человека окружает. Более того, мне кажется, что если мы цензурируем мир, и цензурируем боль, мы приводим к прямо противоположному результату. Я, впрочем, не знаю, какого результата вы хотите достичь, но абсолютно точно мы растим людей без памяти. Мы растим людей без эмпатии. Мы растим людей без критического мышления. Потому что откуда же оно возьмется, если я не буду задавать вопросы о том, что происходит вокруг. Если мои собственные учителя будут говорить мне, ты слишком хорош для того, чтобы кого-то жалеть. Ты слишком хорош для того, чтобы кому-то сочувствовать. У нас есть сейчас с тобой наше дело, и этим делом мы и будем заниматься. На близкой дистанции эти люди транслируют это своим близким, женам, мужьям, родителям, детям. Ты никто, другими словами. Я знаю, что важно в мире. Я знаю, что является важным делом, а что важным делом не является. Не обращай на это внимания. Боже мой, кто-то насилует женщину в кустах. Это не твое дело. У тебя есть твое направление. Ты же идешь по делу сейчас, правда? Кто-нибудь забивает собачку? Пройди мимо, пройди мимо. У тебя есть важные дела в жизни. Есть дела поважнее. И так далее. Я думаю, что этот подход антипедагогичен. Если вы настоящий человек, я имею в виду, не человек, который, так сказать, появился здесь и сыграл в педагога. Если вы действительно педагог, пожалуйста, не воспринимайте это как личные нападки. Это прямая реакция на ваш вопрос. Вы обратитесь ко мне с просьбой. Я ответил. И еще я отвечу. Раз за разом меня спрашивают о том, что можно сделать. Вот как быть. И раз за разом я говорю, в общем, одно и то же. Сегодня я хочу предложить вам цитату Фазилия Искандера, которую, может быть, вы слышали. Который сказал. Человек должен быть порядочным. И это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости. Неучастие в подлости. И мне кажется, очень ценно, если каждый человек сегодня подумает о том, где граница этой подлости. Вот когда я в ней уже начал принимать участие. Вот начал говорить на какую-то тему. Я уже участвую в этой подлости или нет? Протянул руку каким-то нечестивым поступкам или людям. Я уже участвую в этой подлости, простите. Или нет? Я думаю, что это очень-очень важно. И еще я добавлю. Подумайте, что вы можете сделать. Мы живем во время, когда нет малых поступков. На мой взгляд, во всяком случае. И знаете, люди иногда пишут и говорят. Ну вот я сделал то-то, но это же мелочь. Ребята, это не мелочь. Это не мелочь. Потому что именно на этих мелочах, в двойных кавычках, и держится мир. Именно эти мелочи будут причиной изменений в нашей жизни. Или наоборот, того, что наша жизнь останется такой, какая она есть. Будет ухудшаться, потому что стоять на месте, как вы понимаете, невозможно.